так интересно интересно значит смотрите что здесь важно здесь огромная так сказать вопрос будет вот к этим вот к этим этой отделке если эта отделка будет какая-то цветная если она будет из плотной тесьмы то у меня к вам большой вопрос вот смотрите пробую да пробую освоим рисование маркером допустим это какая-то тесьма до плотная выразительная которая идет вот так вот а как так что вы читаете в первую очередь легкие легкую вот эту вот так сказать участки вот это легкой ткани где они с защипами легко струятся либо это вы видите какие-то более четко очерченные линии полоски как у вас что вам визуально зрение подсказывает здесь речь не вот не о высокой контрастности вообще не о контрастности именно работе линий мне важно то что нам нужно в стилевых типажах это линия фактура форму вот это мне волнует не самое главное какую линию вы начинаете видеть вы продолжаете видеть плавные линии они у нас у романтика какие они акварельные а здесь какой правильно анастасия щетки переход здесь создается граница и она бросается в глаза и уже здесь о чистом романтики сложно говорить другой момент расскажу так сейчас вот это сохраню на такую красоту об так давайте посмотрим не здесь это специально так вот и второй вариант им расскажу допустим это будет не просто полоска а это будет какое-то кружево кружевная так сказать так даже даже мне теперь не обязателен красный я могу в общем то даже тон в тон нарисовать пусть будет синий не суть важно хотя изи красный бы не помешал это кружевная полоска да она на ней там искать какие-то там узоры кружева там кружевные все так шикарно мне иногда кажется что я работаю фокусником и мы показываем вместе с вами волшебство как теперь есть разница то есть если мы от самой вот этой четкой линии да не принципиально в цвет девчонки принципиально что будет визуально сказать это может быть и более яркие линии но они будут ли они мягкими витиеватами либо они будут то есть ну кружеву я не могу мышкой изобразить понимаете когда но потенциально она же может быть кружевным это это тесьма может быть кружевной да она даже по краю может быть неровной да вот вот может быть какой-то там так сказать ой куда-то не совсем получилось здесь мышка выскользнула да она даже здесь может иметь плавный контур правильно я о том я сейчас не о цвете потому что цвет ее может быть так сказать разным я о том будет ли эта линия работать как прямая линия которая будет разделять даже тесьма из белой ленты да ну такая вот яркая таскать четкая или планка какая-то тон в тон ткани будет работать тоже так же до любое платье можно к разным типажам отнести оксан в том то и дело что огромное значение играют детали и как вы с ними работаете девчонки у платья всегда есть некий диапазон уже не четкий контур поэтому надо понять будет ли как как то есть вот смотрите давайте подведем это вот это технический рисунок да вот именно то что мы с вами увидели да вот это технический рисунок сейчас я вам открою вот смотрите вот мы с вами смотрим разницу да оп и оп не туда теперь не будет листать для вот здесь будет листать оп оп есть разница есть вот надо основной вывод который я хочу чтобы вы запомнили что технический рисунок еще дает огромную свободу тому как этот это будет воплощено и один и тот же технический рисунок когда попадет в руки там портного мастера либо когда его будет истолковывать клиент он может быть истолкован вот так а может быть истолкован вот так поэтому идеальный вариант когда вы выбираете иллюстрации которые уже ну нельзя двояко истолковать это первое либо если вы подбираете иллюстрации которые можно как-то и так и так интерпретировать то вы обязательно оговариваете что пожалуйста вот это вот из тонкой струящейся ткани вот здесь полная полоска кружевная она не должна создавать до четкие разделение цвета там и так далее то есть а лучше тогда выбирать те предыдует те варианты которые будут ну скажем так наиболее наиболее без вариантов трактуемые понимаете как так но но мне все равно кажется что рукава для n а с вашими рисунками платье ну давайте давайте зададим себе вопросы вот если у драматика и гамина есть что-то общее в вот мы когда драматические гаминные разбираем примеры они оба четкие имеют геометричный силуэт правильно оксана то есть смотрите если мы будем рисовать силуэт гамина до от в одежде да то мы будем рисовать нам удобнее это будет делать прямой линии и мы нарисуем да и мы нарисуем вы сейчас сейчас можете сказать вот это основа и для кого нарисовала для гамина или для драматика вы пока не можете не дать ответ на этот вопрос потому что в зависимости от ткани отделки и так далее так далее вот это вот геометрическая основа станет либо гаминой либо драматической понимаете как то же самое когда мы смотрим на плавные искать линии да которые могут образовываться могут образовывать более притальный силуэт более расслабленный силуэт или рукав который может встретиться и там и там зачем мы зачем мы ломаем себе над этим над этим голову но у натурала может быть свободно этот рукав ему не нужно иметь вот такие защипы если там примеси романтика нету да он будет свободный летящий ему не нужно сильно здесь то что ткани натуральные они как-то не очень легко драпируются поэтому этот рукав уже из исходя из этой детали скорее ближе к романтику но суть вам понятно что общее будет общее будет в плавных линиях которые могут по-разному уже конкретно воплощаться у романтика и натурал это их общее плавных линиях воротника если допустим будет вот такой вот воротни ну вырез допустим и будет там легкая драпировка да ну дальше можно уточать там из какой ткани там а то а все могут быть варианты которые будут и для того и для того подходить точно точно так же как если мы у драматика и гамином но мы не можем английский воротник отобрать да ну что вы скажете что он принадлежит только драматику или только гамину а а здесь шалька да вот а вот она прям именно там натуральная или романтическая но она легко будет работать с мягкими линиями а угольные воротники будут легко работать с угольными линиями но если это уже крупный воротник да он уже от начать тянется уже драматику мелкий гамин но если это средний воротник да по размерам по масштабности ни вашим ни нашим что тогда делать тогда вероятно он будет некой универсальной составляющей который может встретиться и там и там воротник драматику это большое дело мне нужноwrite не cultivated так вот уже отвел temporary так